короче шапка ахметова ляшко нетрадиционный голубятник не побил ну напал со своим миньоном таким же типа охранником на геруса и посмотрите что это супер неописуемая маразматическая ситуация сложившаяся на сегодняшний день в украине почему и война почему вообще вся эта херня происходит при тогдашнем шароварном вождистки но вождистки мы поймаем какими вождистки шароварно вождистки лидеры украинского национализма в 90-х годах были при нем прием при которых ахметов сепар непосредственный сотрудник путина для схемы путин ахметов захватил всю энергетику украины может почти я там не сильно спец но практически журналисты говорят всю и качает условия чтобы украинцы и все правительство украинское ходила на побегушках кланяться к путину великому этому царю странному царю путину который уже начинает под отсасывал китаю то есть у великого царя путина китай забирает территории будучи те территории д юров в российской федерации а де-факто уже в китайской федерации и российскими поездами вывозят туда лес и энергоресурсы то есть под что под то что или ты давай нам вот так вот втихаря сдавай территории под китай или мы их просто у тебя заберем просто отберем и тогда тебе будет стыдно перед всем миром а так тебе не стыдно суромана по договореночки нахо натягиваешь путирашку путинскую федерацию отдаешь китаю вот так поступает китай вот так поступил и ахметов в украине ну ладно там мы говорили об украине до четырнадцатого года там где вообще полный шароварняк полная маразмотея полный патроналистический непотизм массы рвотно совковые тупые ничего не соображающие медиа скуплены все тем же самым ну не все там наполовину поделены олигархами ахметовыми кто-то там убенить что-то оказалось который говорит что то я и красным и белым давал свадьбу малиновки делал в украине так же как и ходорковский говорит я давал деньги помогал и красным и белым буквально коммунистам и провидцам чтобы они грызлись между собой а вы а он в это время зарабатывал ну нормально чтобы они были отвлечены ну биомасса вот эта которая называлась национализмом была отвлечена вот такой грызнёй чтобы задовольнула свои свою предстательку так сказать и вот они догрызлись до четырнадцатого года но теперь что то уже на шестом году война и там где говорят что вот нельзя идти против россии потому что ядерная держава ну обожите ну в славянство взяли шлишь против россии шли ну путиновской федерации шли взяли славянский все нормально шли бы и дальше если бы не порошенко если не пришел порошенко со своими подручными ахметовыми и тому подобное те которыми с которым ему было привычно свое время буд будучи в уряде того же януковича урки позорного урки позорной урядины который сдал продал то есть даже в тех местах бы его просто замочили потому что это продажная гнида свинья продаж на и вот со всем этим энергетическим лохматребьем кто-то собирается право право джо ты проводить рынок земли чтобы этот рынок земли превратился в энергетический рынок кто скупал у такого бабло у кого бабло у кого энергетика у того у кого энергетика тот и скупит и землю тогда уже герус будет ехать проситься путину на покаяние на коленочке чтобы он дал тиши влегаться немножко но уже со львовской области там где эта область им путину на так не нужно как он сам говорил при до по оккупации и тогда он как обратиться тут что позвольте на аудиенцию путину а путин скажет ну хорошо езжай вот через лендер и лендер и не мозг это там страшно там же бандитизм чистый там же клоака бандитская в лендер не он скажет ну нет это же ваша территория езжайте так и иначе уже давно не наша нет вашу я настаиваю это вашу территорию езжайте через них и едет и едет герус тогда через лендер на и проезжает вообще в одних этих панталонах путину ну то есть а смешивается уже даже не всю украину потому что вся украина будет скоплена кем ахметовым и тем же путиным сотрудникам путина который в дележке который в схеме с путиным участвовал в такой что он наращивает наяривает цены и тарифы то есть работает в тандеме в поддельниках сотрудниках у путина чтобы быть плохим полицейским потому что он ничего не боится у него тетуха у него там банды там свои орды и тому подобное и наяривает цены тарифы на энергоресурсы в украине а греться ж нужно украинцам и правительство я такое правительство бизит путину за десовым газом то есть сепар предатель ахметов он он не может вывели ту схему чтобы переходить на альтернативные не газ дешевый дешевый такой сепарский газ путина а более она более альтернативные источники энергии он это не позволяет он постоянно эти альтернативные поднимает нахуй потому что них ни хера не боится и правительство бизит путину а то говорит а я добрый полицейский хорошо я вам дам дешевый глаз на на годик хотя бы ну а вы давайте мне на 400 лет а сори на 40 лет крым и чтобы в крым не не порушили договоренки следующая власть нужно нашу власть меняется с одной на вот на такую на вот такую на другую делается пожар на донбассе война чтобы не рыпались освобождать крым когда придет другая более-менее какая-то которая осмелится освободить крым власть украинская чуть-чуть про украинской хотя бы олюхи бывшего царя николашки ник николая бывший феодализмом там короче и тому подобное уже тоже не важно потому что магнебургская право в одну ухо влетела другой вылетела и осталось и такое все везде взять область там где он курировал этот ляшко плохой человек это же олешковский район там какой-то когда-то репорт делал что там водила выкинул ну или она сама якобы типа вышла да мы знаем как они сами выходят ребенок потом он замерз в лесу насмерть вот это же в его олешковской районе ревинская какая-то область там тотально выныщают землю украинскую себе на карман и выкапывая бурштын себя на карман а этот ляшков кричит защиты герос деньги летишь летаешь куда-то там летаешь а в его районе в этом чаморосном ляшковском районе творятся вот такие вещи просто уничтожается земля бабки идут кому-то куда-то на карманы и не на войну даже то есть полный капец там даже слов нет они не о чем даже говорить абсолютно это вообще полный полная деменция и полный делириумс но самое противное самое положение состоит в том что блин это всем нравится потому что ну тупые олухи пост биомасса пост рабы они смотрят в те телеканалы которые скупил тот самый ахметов там первые раньше сейчас не знаю там украина и тому подобное украина назвал то есть он скупает телеканалы на них делает делает свои подставные утка фонды так и хвант ахметова которые блин проводят чувствительные чувстве с такой музыкой трагической такой жалостливой передачи что он едет куда-то вот недавно буквально случайно переключил смотрю в константиновке где-то женщина осталась на серой линии размажевания да это блин по ним помогать нужно конечно ну кому нужно это что получается если чикатило там или другой там держан из радных или как вот в америке сажали там который продал секрет атомной бомбы коммунистическому режиму или другие преступники он создает свой фонд и все жалобливо так всегда он с этого фонда делает пиарские жалобливые передачи и всем лет над ним да какой он хороший цветочки тетёшки помогаем три копеечки а то что из-за него война из-за сепара ахметова произошла из-за такой схемы что он скупает скупил сделал там сепарский сепарскую клоаку партия регионов которая за отделение этих территорий донбасса путиновской федерации террористической на это как бы никто ничего не обращает и до сих пор внимание вот в чем маразм бойцы гибнут отдают свою кровь на фронте защищая украину суверенную украину как и он упа защищала также как и бойцы простые простые ребята люди бойцы красной армии защищали украину тогда сум не суверенную совковую украину коммунистическую но с тем что она потом что от там враг телевизии в телебачи не сказала там враг вы как в армии нас учили там это какие-то маневры там занимать сопки а там французы там итальянцы там англичане вот такая идеологическая установка думаю нихера себе вот это маразм блин ну чтобы все же понимали что это туфта чисто но хер с ним понятное дело что все это распалась потому что вся эта коммуняки одержала деньги там в англии в италии в офшорах и тому подобное при малы там бабло свое блин наворованные коммуняки гребаные сраной портократии в то время когда те же простые бойцы гибнули гинули от крот миллионами отдавали они потом их всю страну обокрали блин обосрали блин об коммунячили блин потому что шли на фронт и православные и католики и греко-католики кто только на фронт пришел чтобы освободить землю ну понятно оккупация была а до этого и советская оккупация голодоморная поэтому не так охотно шли а чтобы охотнее шли делали блин как бы защищая коммунизм и прот развертки да как бы шли но чтобы охотнее шли делали заградотряды и тому подобное суть сейчас именно не в этом посмотреть на весь маразматический маразм клинический сегодняшней ситуации что на гируса набрасывается шавка ляшко шавка ахметовская выходит а он сам летит а этот с охранником со своим миньоном который накидывается чтобы сделать себе пром пиар ролик чтоб понтанулся чтобы опять на выборы когда-то прийти с супа то есть выходит что у зеленского что нет силовиков теперь что он вынужден бегать через гируса попрошайствовать энергию для украины для предприятия украины чтобы была какая-то энергетическая независимость там чтобы реформы проваджу от и как и было обещано выполнять свои обязательства значит выходит что или силовики с говори с ахметовым что да их нахер менять нужно этих силовиков и муж они никакие потому что они это блин дермо она тянет только внизу или получается это какая-то тупая политика самого зеленского который не понимаю в чем-то недопонимает но это два плюс два видно что это уже против его власти действует скоро так же как быстро скоро и порошенко сдавал территории которые были вообще не под оккупацией не было там они сепара они российского российско-путиновского рашки путь рашки сапога а он их сдал договоревки за свои барыжные интересы которые в россии и в крыму то есть я не думаю что бы зеленский согласился из президента украины стать просто шавка губернатором какой-то галиции или одесской области назначенным потому что его что там по-любому никто не изберет потому что он сам впроваджу проводит такую политику что немощные силовики также какие силовики такие силовики ющенко свое время сдали прокуратуру школу со всем этим сепаровским движением януковича а уже шли в в внутренние войска в киевшу лучше сделать какую-то отобрать украину нет не отобрал потому что никакой и сейчас вот этот никакой то же самое сидит у зеленского тоже никакой получается что опять на поклон путину за дешевым энергоресурсом там газом смазом чем угодно при том что он не может у себя в своей же украине украинцы своей же украина не могут подвинуть этого или национализировать этого ахметова который прибрал абсолютно незаконно свое время через кидалова через там взрывы там на стадионах там брагина ахмата ахмета короче через силовое давление бандитская уркагатская это было через подставные суды то все это можно поднимать если кто захочет юрисдикции этой заниматься казуистикой вот это но сначала нужно забирать энергоресурсы чтобы в украине они были конкурентно способны перед другими даже вообще лачебными странами в которых вообще нету и намек она столько энергоресурсов и то же самое будет с землей с рынком земли будет через летать через латифундов через лендернерию стучаться герус лендернер пустите меня проехать ку путину на коленка газ попросить лендернер пустить меня то есть самый первый признак квази псевдо крипто украинского национализма это отдать свою кровь воевать как за аэропорт донецк но забыть отвоевать то что внутри украины что было чем воевать что было кто патроны подносил кто бы их делал изготавливал эти патроны для борьбы и дальше дальшего изгнания оккупанта путятинской федерации с украиной вот об этом забывается почему потому что что-то ж не так с людьми они простейшей истины вот это и не могут понять потому что приходят в силовые ведомства все становятся силовиками и забывает обо всем вообще кто не как их звать где родились там подобное они просто становятся барыгами и это их барыжничество просто их поглощает и вместе с этим поглощает карманы украинцев поглощает обороноспособность украины и вывозится все это поглощение этих тупых никчемных силовиков на офшоры это как 2 плюс 2 и опять 25 теперешние силовики но в натуре отсталые как жирафы они думают что они пришли от януковича были при януковича там сдали какие-то позиции пришли стали опять погоны им звезды дали там повысили звание и вани и они снова думают что можно также постись на олигархах там на предпринимателях на всех постись потом заработать себе какой-то моеточек на этих процентов от коррупционеров от взяточника за закрытие или не открытие там дел против этих кидал всех этих коррупционеров бандитов всяких и потом легко себе валить на запад и жить там а тут будут бойцы бороться за донецкий аэропорт шок просто шок шок просто невозможно описать это просто неописуемый шок это делириус это маразм чистая клиника это хоррор в котором очутились все жители и не замечают что это такой бред ну ладно там биомасса которая ну и вообще пофигу в каком болоте она нерестится живет блин ну а нормальные то националисты должны на это обратить внимание за почти 30 лет независимости да ладно там 30 хотя бы с четырнадцатого года должны что на это обратить внимание они не авгард дыр дыр блин им подсыпает технология клофарта грязного блин политтехнолога блин черного блин и они гавкаются между собой гавкается а их потихоньку этих тупых гавкающийся подбирает к себе лендер на лднр и потом их вязницы на подвалы они потом плачутся пишут книги вспоминания моя жизнь в борьбе то в какой борьбе в той которой ты вот при своей жизни который ты должен бороться был бы своей неньки за свою неньку своими ресурсами своими эти потом приходится бороться против чужой армии нахера когда нужен порядок сначала в своей армии своем своем политикам и своей энергетике навести а это что значит ну хотя бы снационализировать на время снационализировать от сепарства от рыговских сепаров на какое-то время снационализировать экономику и энергетику хотя бы с этого начать это этого к сожалению тупое совковая биомагия классничество кричи что давайте к этому ко всему вот этому энергетическому сепарству подключим еще и земельное сепарство вообще полная клиника это настолько осуществимо и настолько ну не то что там легко что у нас нелегко у нас все нелегко но это вполне реально делается вот уже ради меня когда-то еще в начале 90-х центре уже рода или либо гены вот не помню как фамилия ну классный мужик помер потом сожалению но сколько лет уже то он рассказывал как коммунисты брали к себе в партийные органы управленцев областью вообще из забитых далеких хуторов пастухов каких-то горных баранов или овец которые там пасли крестьян пастухов которые после там стадают их овец баранов то есть они брали их отмывали надевали пинджачки обучивали какое-то время и они им служили верой и правдой купаясь в море этих местных проституток в кокаине и тому подобное бабле потом строя себе маетки то есть они служили и исполняли им камнякам то что и на на лежал камнякам этим делать свою политику управленцы были а так рады аж вообще а современные вот эти управленцы и нужно были миллиарды миллионы дворцы в яхты там в испании то есть охренели вообще и за что за предательство чистой воды и никто их не наказывает потому что этих пастухов чуть что не так вот кок и ныма а тут никто не кок не мог не шпок а там они себе плавают себе на миллиарды свои поколения сраны этих вонючих блин семейки блин воровские такие же содержат поколениями и поколениями на вороваш украинских украинских денег на крови тут все очень колоровно и просто и чисто берешь силовика чистильщика реального даешь ему потом за работу проделанную или во время работы нормальные дивиденды те же самые миллионы но он сделает эту работу и останется в тишине где-то далеко от класс проживать но он сделает работу вычистит эту украину вместо этого все наоборот ставлятся они грабят обворовывать что дают дает под спидстава и казус были для сепаров и для путятины заходить сюда отбирать территории энергетику все забирать то есть анархию делает абстракции вообще из украины и всех украинцев которые не в угу не дуют потому что им скупленные масс-медиа выдают жалостливые под музычку красивую печальную программки которые восхваляют этих же воров олигархов которые над ним ними пасутся и делают из них быдло чистой воды а продажные сошки сучки политологи этих олигархов продажных сепаров любят сравнивать а в америке тоже все приватное да все приватное но к ним не заходит несчастная банда сепаров и не отбирает территории их а